вечерний рбк с яном мелкумовым добрый вечер еще раз тем кто к нам недавно присоединился знаете я честно говоря даже не ожидал что настолько активно будет отклик не уверен что успею все прочитать но но все-таки все-таки постараюсь так вот она третий год пытаюсь переехать но только в прибалтику а это я уже читал так махнула бы в грузию ольга уехал бы в грузию например выращивать вино или в прибалтику в азию не хочется это николай санкт-петербурга ольга из калуги с удовольствием грузии украина прибалтика так вот не вижу подписи были мысли варианты переезда в беларусь но после событий прошлого года ни за что в литву с удовольствием лучший вариант из всех бывших отношения к русским хорошие уже сменил ли украину на москву родина в скобках стар стал а так бы свалил а так здесь борется с борюсь с нашими у меня знакомые советских немцев 90-х уехал в германию сейчас возвращаются даже можно на украину беларусь лучше прибалтийские страны и страны где запрещают сказку чиполина полиции развязали руки и принимается мутный закон о принудительной эвакуации сергей скопутни нам пишет дмитрий с калининграда если бывший ссср то только прибалтика а вот человек без подписи написала я бы поехала на украину в закарпатье с удаленной работой конечно потому что там работы к сожалению нет нередко там бываю более того собиралась туда на подольше в 2014 году но крым наш и вот все это вот сломалась все планы в итоге уехала в мексику виктор из москвы периодически нам тоже пишет не уядь не раздумывая уехал бы из москвы куда угодно потому что пенсии в наших бывших республиках в том числе в прибалтике намного выше чем в москве хочется дожить свою грешную жизнь в лучших социальных условиях так уеду с удовольствием воротом в молдавию видя какой бардак происходит здесь пускай там и зарабатывать буду меньше игорь из пенза пишет сергей подписавшийся иноагент из калининграда пишет следующее работаю в литве да там доходы сильно выше на сложно наверное жить там где тебя называют оккупантом и язык считают оккупантским ментально мы ближе к беларуси но там с экономикой доходами не очень хорошо плюс диктатура как и у нас а что касается южных республик то там ты всегда будешь чужим и добавляет к этому и не забывайте что приехав на пмж в прибалтийской республике получить гражданство практически нереально на самом деле там люди родились еще при советах но паспорта так и не имеют а самое интересное даже перспектив нет в этом плане может это остудит пыл желающих это сергей иноагент из калининграда но по поводу прибалтики я по поводу эстонии в частности могу сказать что те люди которые до сих пор там живут с серыми паспортами то есть люди лица без гражданства это люди которые там родились но не удосужились вырыть выучить эстонский язык в стране где они живут с детства да эстонский язык сложный язык из у графинской группы там 14 падежей но знаете если вы родились в этой стране и до сих пор считаете что я буду говорить на великом и могучем русском а вот местных наречий я же учить не желаю ну тогда собственно говоря вы расплачивать с тем только только тем хочу подчеркнуть что вы не можете избирать и быть избранным в государственные органы все все остальное вам доступно в том числе и путешествие по европе с вашим серым паспортом а в девяносто седьмом по моему году я помнится будучи в усть-нарве где в основном русскоязычное население в основном там процентов на восемьдесят девяносто спрашивал у людей которые вполне русских людей которые там живут интересовался и говорил ну хорошо вот если бы у вас была бы работа и жилье приемлемое где-нибудь в ивангороде с российской стороны были ну что вы ивангород это это и в советские времена было место где невозможно жить нет уж мы лучше в нарве и хорошо а если бы в петербурге они немножко задумавшись гриль нет все таки в нарве здесь у нас как-то лучше и говорил а всякие языковые вещь а языковые вещи нужно просто эстонский язык подучить нет нет мы отсюда никуда уезжать не собираемся но вот такой вот был мой личный опыт уже сколько 20 с лишним 24 года назад ну хорошо вот после всего этого у нас все меньше времени остается поэтому перейдем срочным образом нашей второй теме и наша вторая тема и тема наша на теле мост она звучит следующим образом мы говорим о том что я по-моему об этом уже успел сказать первой части что всемирная организация здравоохранения сообщила что в мире пока не зафиксировано ни одного летального случая в результате заражения новым штаммом коронавируса коронавируса омикрон значит ли это что мир испугался понапрасну или все-таки нет или пугался он не понапрасну и в связи с этим как раз и мой вопрос нашим слушателям в том числе соответственно и вопрос на телерадиомост и так по имеющимся данным омикрон это более заразная разновидность вируса хотя возможно это еще не доказано и не такая опасная ну поскольку ни одного смертного случая пока не зафиксировано уже несколько недель прошло может быть она не такая опасная хотя и более заразная так вот если коронавирус станет таким же привычным заболеванием как грипп изменится ли ваше отношение к вакцинации от коронавируса и готовы ли будете вы ее делать например ежегодно ну как многие люди делают прививку от гриппа ежегодно каждую осень люди идут и собственно говоря их агитирует за это и никто по этому поводу самое интересное не пытается сказать что за безобразие какой ужас там и так далее и так далее другое дело правда прививка от гриппа она не является обязательной никаких qr-кодов поэтому самый главный момент ян янча думал скажете во нем или нет да ну конечно 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 естественно но если представить себе что новый штамп становится вытесняет все остальные вытесняет там альфу бету дельту и так далее и становится доминирующим а в общем высказывается предположение что именно таким и будет будущее но во всяком случае не исключено что именно таким будет будущее и он будет более заразным но течение болезни будет более легким то в принципе он будет гораздо больше похож на грипп. Я через буквально минуту озвучу цифры по смертности от коронавируса и смертности от гриппа, а пока что еще раз повторю вопрос и напомню телефон. Итак, по имеющимся данным, омикрон это более заразная разновидность вируса, хотя, возможно, и не такая опасная. Если коронавирус станет таким же привычным заболеванием, как и грипп, изменится ли в этом случае ваше отношение к вакцинации от коронавируса и готовы ли вы будете делать ее, например, ежегодно, ну или, может быть, даже два раза в год, кто знает. Пишите нам ваше мнение по телефону плюс 7903-797-6333 или можно написать через сайт www.silver.ru или звоните 495-730-101 Ну и, естественно, у нас еще есть наш YouTube-канал, где тоже можно писать сообщения. Ну, а тем временем, вот пока Павел попробует связаться с нашим экспертом, которого мы, я надеюсь, услышим через несколько минут, я специально решил попробовать сравнить данные по коронавирусу и по гриппу. Итак, на сегодняшний день так, вот сначала данные по России. На сегодняшний день общее число инфицированных с начала эпидемии 9,8 миллиона человек. 9 миллионов 800 тысяч. Умерло 284 тысячи. Немного больше, чем 284 тысячи. Значит, если разделить одно и другое, мы получим смертность от коронавируса в России составляет 2,9 процента. То есть, ну, почти 3 процента. Без малого. По миру, по данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 263,5 миллиона человек. Из них умерли 5 миллионов 230 тысяч. Ну, тоже с хвостиком. Это 1,98 процента. То есть, это практически 2 процента. Ну, без малого. То есть, в России смертность от коронавируса получается почти 3 процента, 2,9. В мире 2 процента. То есть, в принципе, соотношение не в пользу России. Теперь, значит, по поводу гриппа. Значит, по данным это, правда, так, это в 2020 году. Так, да, вот еще важная вещь. Ну, хорошо, начал по поводу гриппа. Сезонный грипп, по данным ВОЗ, убивает меньше 1 процента заболевших. Ну, вот, в прошлом году выступал бывший главный санитарный врач Онищенко. Он сказал, что гриппом в мире ежегодно болеет от 600 до 900 миллионов человек. Умирает от 280 до 600 тысяч. То есть, по данным Онищенко, это 0,06 процента. Ну, с данными ВОЗ это никак не соотносится. По данным ВОЗ немного меньше 1 процента, но никак не 0,06 процента. В прошлом году ВОЗ в марте прошлого года, когда пандемия только начиналась еще фактически, и еще не было, так сказать, таких подробных данных, и не было протоколов лечения, и так далее, и так далее. И вакцин не было. Так вот, летальные исходы составляли около 3,5 процентов от зарегистрированных случаев. Это было в марте 2020 года. Вернее, ну, наверное, даже в феврале. Значит, сегодня по миру примерно 2 процента, не 3,4, а 2 процента зарегистрированные случаи. Это, вероятно, связано и с тем, что появились более-менее надежные протоколы лечения, и в еще большей степени связано с тем, что вакцины появились, наверное, я так предполагаю. Ну, и, наверное, с тем, что, так сказать, по мере распространения болезни иммунитет, коллективный иммунитет стал повышаться, и, так сказать, таких страшных вещей, как было в самом начале, не происходило. Пока мы пытаемся связаться, я попытаюсь еще раз озвучить вопрос. Итак, по имеющимся данным, омикрон более заразная разновидность вируса, хотя, возможно, не такая опасная. Если коронавирус станет таким же привычным заболеванием, как грипп, изменится ли ваше отношение к вакцинации от коронавируса, и готовы ли вы будете ее делать, например, ежегодно, или два раза в год, может быть, ну, скажем, ежегодно, как прививку от гриппа. Номер для сообщений плюс семь девятьсот три, семь девять семь, шесть три, три три, номер для звонков четыреста девяносто пять, семьсот тридцать сто и один. Также можно нам писать через сайт www.silver.ru ну, или через наш YouTube-канал. Но у нас не получается связаться с нашим экспертом, поэтому будем, будем, так сказать, обходиться без него. Что еще в связи с этим я хочу сообщить нашим слушателям? Так, а нам, да, нам уже, нам уже пишут вполне себе активно. Ну, вот человек решил пошутить на эту тему, написал, в будущем предстоит выбор между вакцинацией и отказом от секса. Возможно, кому-то так и предстоит, кто ж его знает, трудно сказать наверняка. Значит, так, ну, из таких вот веселых сообщений в Тбилиси прошел марш противников зеленых паспортов, введенных в Грузию с первого декабря в рамках борьбы с распространением COVID-19. Участники несли флаги с лозунгом «Нет зеленым паспортом», а также плакаты со словами «Мы все рождены свободными». Это к вопросу об отношении к вакцинации. И еще к вопросу об отношении к вакцинации. Несколько данных, ну, поскольку вакцинация стала как бы камнем преткновения и перешла из вопросов медицинских в вопросы политические, периодически проходят опросы, поскольку готовится законопроект, вот то, о чем Павел мне напомнил, ну, собственно, не только поэтому, потому что это действительно камень преткновения, как относиться к QR-кодам, как относиться к тем, что теперь предполагается назвать паспорта, здоровье, или зеленые паспорта, или как-то еще более благозвучно, потому что у многих людей QR-коды вызывают стойкое отвращение, раздражение и так далее. Так вот, сейчас идет, согласно неназванным источником, идет обсуждение поправок в законопроекты о QR-кодах, и в числе этих поправок говорится, что в них могут внести поправки, по которым можно будет получить QR-коды на основании наличия антител, а также разрешить посещать общественные места и передвигаться на воздушном и железнодорожном транспорте на основании отрицательного ПЦР-теста, не только во время переходного периода, но и в целом во время действия ограничительных мер. Речь идет о законопроектах, которые 12 ноября внесло в Думу правительства, и согласно этой инициативе посещение общественных мест, а их перечень должны будут устанавливать губернаторы на местах, и передвижение на самолетах и поездах будет возможно на основании документа о вакцинации, перенесенном заболевании коронавирусом или же медицинского отвода. Ну, нет, значит, нет у нас, ничего страшного. Я пытался, Ян Янович. Я верю, я верю, я видел, так сказать, ну, что, ну, бывают проблемы со связью, ничего страшного. Я просто надеялся, что нам эксперт все-таки может быть позволит сформировать более просвещенное мнение относительно того, действительно ли омикрон является более щадящим, если можно так выразиться, штаммом, что известно на данный момент. То, что он более заразен, это известно. А вот, может быть, он действительно менее опасен. И можно ли, можно ли, так сказать, его отнести вот в будущем к ситуации, когда он будет просто, так сказать, ну, подобен гриппу. Так, и вот еще на эту тему, на тему QR-кодов и отношения людей к вакцинации и к QR-кодам. Что показывает опросы общественного мнения? Значит, так, акции протестов проходили в нескольких городах в Костроме, в Иркутске, Новосибирске, Волгограде, Екатеринбурге. Данные публичных опросов показывают следующее. Больше половины россиян, 54%, правда, это опрос Суперджоп, это как бы не совсем профессиональное социологическое агентство. Опрос Суперджоп с 10 по 11 ноября. Значит, дали отрицательный ответ, нужно ли вносить, вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах. 27%, то есть, немножко больше четверти, то есть, больше половины говорят, нет, не надо. 27%, немножко больше четверти, считают, что QR-коды вводить нужно и в поездах, и в самолетах. Так, по данным ВЦИОМ, ну, это более профессионально, хотя и иногда уж слишком официозное агентство бывает. Опрос проводился 14 ноября. Более половины россиян, 55%, положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса. Среди жителей Москвы их 63%, среди жителей Санкт-Петербурга 64%, 32%, то есть, примерно треть относится к ней отрицательно. 9% каждый десятый относится безразлично. Ну, что же, нам пора уходить на перерыв. Я еще раз прочитаю мой вопрос. По имеющимся данным, омикрон более заразная разновидность вируса, хотя, возможно, не такая опасная. Если коронавирус станет таким же привычным заболеванием, как грипп, изменится ли ваше отношение к вакцинации от коронавируса и готовы ли вы будете ее делать, например, ежедневно. Пишите нам на плюс 7903-797-6333, а нам сейчас нужно уходить на перерыв. Так, что нам написали? Так, сейчас, секундочку. в Советском Союзе слова «Стокман» было невероятной. Открывайте новые впечатления от шоппинга в новом лагоне «Стокман» на Смоленской. Союз композиторов России приглашает в Московскую консерваторию для фестиваля «Пять вечеров». С 6 до 11 декабря прозвучат мировые премьеры композиторов. Ультра-современные опусы с видеоатром и электронной музыкой. Диалог с классикой и переосмысление парклора. Пьесы для инструментального ансамбля, хора и даже для оркестров аянов и аккордеонов. Билеты в кассах консерватории. Северный дождь веком дуэн 12+. Путешествие начинается с Аэроэкспресс. Так и да. Вот это все. Работа без пробок в любую погоду от 290 рублей. Покупайте на аэроэкспресс. точка у Аэроэкспресс Ограрен 1055 0093 206 95 Рекламы на серебряном Северный дождь Цель функции. О том, что с нервной системой, с центральной нервной системой заболевания ковида связано, это без всякого сомнения. В свое время эту работу мы начали в нашем центре. Мы наш центр и у нас есть большой раздел иммунологии. Самое главное, что в первую очередь даже если какой-то симптом или какое-то проявление есть, лучше пойти к врачу. Тем более, что мы знаем сейчас, что делать. Вечерний РБК с Яном Милкумовым. Добрый вечер. Еще раз мы приближаемся к нашему телерадиомосту с моими коллегами в студии РБК. Ян Янович, приветствуем вас и слушатели Серебряного дождя. Предварительные данные говорят о том, что омикрон заразнее дельты, но, вероятно, с осторожностью можно говорить о том, что он не такой опасный. Вот если коронавирус со временем станет таким же сезонным заболеванием, как грипп, изменится ли отношение слушателей к вакцинации от ковида? Готовы ли они делать прививку, скажем, ежегодно? Ежегодно, да. Аня, знаете, у нас, как водится, мнения разделились, но перевес вы увидите сейчас сами. Знал человека, который каждый год прививался от гриппа, при этом болел не реже и не легче меня, не привитого. Думаю, что прививка от гриппа и короны это просто бизнес. Следующий человек там пишет, отношения не изменятся, я так и считаю, что коронавирус будет с нами, как и все РВИ. И нет, прививаться не буду, будет естественный иммунитет. Максим из Москвы с тремя восклицательными знаками каждое предложение. Мы никогда не делали прививок от гриппа и никогда им не болели. Против вакцинации. Так, Юрий Биоинформатик подписал Сосещеновский университет. Я от гриппа не прививался ни разу в жизни. Вирус Эпштейна-Барра вообще живет у всех. Разумеется, не буду вакцинироваться, ибо незачем. Ни за что прививку от ковида любого штамма ставить не буду, человек без подписи. А вот следующий человек без подписи пишет следующее. Я привилась с спутником в мае двухкомпонентным, а вчера сделала спутник лайт спустя полгода. В июне сделаю снова двухкомпонентный. Жить хочу. Если есть шанс, пользуюсь им. Ну вот, так, Англиксей из Ярославля подошел к делу практически. С иммунитетом тьфу-тьфу все хорошо, поэтому относился к короне как к гриппу. Прививку делать буду, если будет нужен QR-код. Так, здравствуйте, человек без подписи пишет. И от гриппа не вакцинировался, и опыт был только отрицательный. А мир, я думаю, не опасается, его с самого начала пытаются просто запугать. Субтитры сделал DimaTorzok